здравствуйте уважаемые слушатели курсов повышения квалификации соревновательная алгоритмика меня зовут валерия луканина михалёва я ваш лектор курсов повышения квалификации спасибо большое что вы зарегистрировались на этот курс сразу скажу для меня немножечко необычно вести лекции именно в таком формате потому как либо мы всегда с вами встречались очно либо я через камеру вела свой блог поэтому я надеюсь у меня получится сделать и курс именно таким образом я надеюсь он для вас станет познавательным интересным и все-таки даже дистанционном режиме мы с вами сможем проработать такой серьезный вопрос как соревновательная алгоритмика но и многие задавали вопросы на каком роботе мы будем с вами тренироваться конечно же на основной робот который рекомендован это вот такая вот труба мышь если у вас ее нету не отчаивайтесь потому что все задания которые будут получены вами все эти знания которые будут даны нами вам вы сможете использовать и на тех роботах которые у вас есть об этом мы тоже будем раз вам рассказывать и обязательно подскажем каким образом можно сделать соревновательные моменты применяя другие роботы которые у вас существуют но удобнее конечно это делать будет с мышкой потому как там все-таки мы с вами работаем по международному регламенту а международный регламент все-таки прописан на этот международный продукт да то есть здесь немножечко все-таки привязка есть давайте мы с вами для начала немножечко поговорим о регламенте как у нас с вами будет все происходить у нас с вами сегодня суббота 3 октября и вот таком первом режиме у нас с вами происходит лекция она будет сейчас очень короткая вводная потому как не будем перетягивать так скажем лекционный формат именно вводный и потом тоже мы будем вам дробить я буду лекции вам читать не одна основная часть конечно будет лежать на мне но у меня еще будут наши помощники эксперты это и опытные педагоги практики и также представитель так скажем представитель россии кто приобрел лицензию на данную программу курса повышения квалификации и так давайте мы с вами поговорим о регламенте нашей работы каждый понедельник вам будет открываться шесть часов контента для работы в дистанционном режиме почему мы не делаем прямой эфир я прекрасно понимаю что у нас очень разнообразный разброс в регионах нас смотрит и калининград и якутия и дальний восток и у нас очень разное время для того чтобы не за не загонять вас в рамки кто-то еще спит а кто-то уже завтракает следующим днем все лекции будут расположены на платформе на которую я вам буду еженедельно в понедельник давать ссылочку и вы можете в комфортном режиме в комфортное время ознакомливаться с этим материалом на протяжении всей рабочей недели напомню что у нас с вами работа строится следующим образом мы работаем 6 недель по 6 часов до это 36 академических часов поэтому и материал для теоретической подготовки практической подготовки примерно раза распределён так чтобы было ну не менее точно не менее 6 часов девочки какие-то недели будет получаться больше объясню почему потому как хочется дать больше материала и все в 36 часов может быть не получится уместить но хочется чтобы все таки у вас было максимальное количество знаний поэтому если будет материала больше чем ты чем 6 часов в неделю ну вы же не ругаетесь на меня просто хочется вам дать побольше и так каждую неделю вам будет открываться ссылочка у нас есть чат я еще раз напомню пожалуйста своим коллегам если вдруг вы понимаете что кто-то начал обучение и нету этого человека в нашем чате поддержки в ватсапе пожалуйста попросите этого человека обратиться ко мне их же не знаю камера сейчас зеркалит или нет это мой ватсап 905 5 9 2 4 1 9 2 но если что на паузу поставьте это мой ватсап пожалуйста пусть коллеги ваши напишут и я добавлю наш чат наших слушателей так вот мы будем открывать раз в неделю по понедельникам ссылочку на 6 часов девочки что там будет там будет лекционный материал там будет материал для самостоятельного изучения текстовый и там будут уже со второй недели домашние задания что еще там будет происходить в после того как вы просмотрите в также в наш чат каждую пятницу я так надеюсь что примерно так мы будем соблюдать регламен девочки вообще не знаю честно говоря как вообще будет все это дальше у нас выглядеть потому как у нас сейчас накрывает вторая волна может быть немножечко даже больше получится у меня времени уделять для непосредственно там может быть прямого эфира с вами да поэтому давайте пока я буду говорить некие там дни и даты числа может быть но мы будем иметь ввиду что может быть что-то изменится если у нас всех и посадят в общем-то домашний арест в очередной раз и мы будем прекрасно выседать и может быть даже сможем в каком-то прямом эфире делать какие-то наши встречи так вот после того как вы просмотрите 6 часов тех материалов которые я для вас подготовила обязательно вам будет предложен тест для чего этот тест девочки понимаете что дистанционная форма работы предполагает некую промежутку точную аттестацию внутри самого курса то есть я не могу же каждого опросить лично но что вы поняли из того что вы посмотрели поймите тоже правильно программа серьезная программа международная и мы не имеем права выпустить непрофессионалов с этой программы поэтому до тесты будут но тесты будут исключительно по тем вопросам которые рассматривались в лекциях этой неделе то есть никаких заковырок типа сейчас еще что-нибудь сверху узнаю нет такого конечно нету непосредственно только о том что вы смотрели бы эту неделю и так в понедельник открываются материалы в пятницу плюс-минус тестирование чтобы научить неделю могли посмотреть и в пятницу ответить вы можете посмотреть это и в пятницу целый день и ответить в пятницу да то есть это тоже не вопрос вы можете это просмотреть всю следующую субботу и воскресенье например выходные ответить воскресенье на эти тесты как вам удобно чтобы в понедельник открывая лекция в пятницу открывать тестирование что еще у нас с вами будет со второй недели со второй недели кроме а тестирования будут еще предложены домашние задания тоже девочки поймите правильная ситуация связана с тем что с вами дистант так бы конечно бы на живой встрече мы бы с вами это все прорабатывали руками вместе и работали бы совместно именно в практике но поскольку поскольку мы с вами друг от друга очень далеко конечно же мы будем вам предлагать делать домашнее задание домашнее задание это не составит большого труда это просто такое домашнее задание которое позволит также мне моим помощником экспертам понять насколько вы поняли материал именно с практической точки зрения сами вы понимаете что пока ручками мы не сделали голова наш не запомнила правильно поэтому будем делать опять таки не буду перегружаться серьезными какими-то серьезными ну так скажем какими-то сложными заданиями да но все-таки какие-то задания обязательно будут данным уже начиная со второй недели и так давайте мы с вами посмотрим что у нас с вами будет происходить на неделе значит в отчате я вам кидала что у нас с вами будет происходить все в google пространстве в облачном на робо маус давайте так сразу робо робот маус мышь вот даже если например вы забыли как это звучит или еще что-то такое именно на эту почту будете прислать все свои материалы именно через эту почту мы с вами будем коммуникацию совершать посредством то может быть обмена какими-то документами все ссылочки прочее буду кидать нам чат но на именно облачном пространстве google в аккаунте робо маус да робо маус собака gmail.ru мы с вами будем встречаться итак темы наших шести недель 1 неделя у нас будет посвящена введение в так скажем алгоритмику без использования роботов то есть вот мы с вами моделируем ситуацию что нету пока роботов и опять таки даже когда мы будем заниматься с вами с детьми начинать то в любом случае нельзя нельзя но не рекомендуется сразу давать ребенку в руки робота да нужно провести некую подготовку к логометрическую алгоритмическому мышление и обязательно деткам показать некие упражнения поэтому первую неделю мы с вами будем заниматься а именно в введении в алгоритмику без использования определенных каких-то роботов с вами буду заниматься я и будет анна сергеевна шмир с вами заниматься это тот самый автор методики лицензионной которая представлена на международном уровне конечно же еще не одна лекция обходилась без котика друзья мои простите работаю из дома так как нас уже немножечко подарестовали так скажем на самоизоляцию хотела для вас ввести эфир из института но поэтому будем с вами с котиком опять мы и так у нас получается первая неделя подготовка без роботов и в принципе мы с вами будем рассматривать что такое робо-мышь я понимаю что многие из вас опытные педагоги имеющие уже мышь но у кого-то я прекрасно понимаю что ее еще нету кто записался поэтому в любом случае мы с вами фей ну и чё что у меня лекции как у себя дома честно в принципе он дома девочки простите но так мы работаем я понимаю что у многих она уже есть но есть и те у кого нету поэтому по тот промежуток лекции где я буду объяснять что такое робо-мышь как с ней работать и куда нужно нажимать наши опытные курсанты могут это пропустить потому как вопросы в тестовом задании будут относительно этой мышки ну вы уже опытные вы уже знаете но новички пожалуйста на тоже ознакомьтесь с этим с этим материалом и также зафиналит первую неделю или да что же такое девочки ну извините пожалуйста не понимают значит мяукать собаки лаять я не знаю что мне делать вот зафиналит нашу ли неделю тема использования данного робота в образовательной деятельности детского сада непосредственно образовательной деятельности детского сада что здесь тоже будет обозначено как пока мы не говорим на первой неделе безусловно никаких соревнованиях мы пока готовимся поэтому вам в лекции расскажут каким образом на каких занятиях каких областях да какие области применяются гос и развитие ребенка в случае работы с данным роботом и на этом наш первая неделя с вами закончится на второй неделе равно так же в понедельник открывается следующие 6 часов лекции сразу хочу сказать что те первые которые были на первой неделе не исчезнут у вас они будут в доступе на река навсегда сразу известно что скажу они перекрыты для скачивания и они перекрыты для перекидывания ну куда-то да то есть у вас не будет возможности их скачать не потому что мне жалко просто ну таковы правила дистанта да нельзя скачивать материал с платформы на которой вы учитесь поэтому смотреть в онлайн-режиме можете всегда для этого будет должен быть но стабильный там скажем интернет опять-таки за счет то что это не эфир то есть да там может подвисать но вы всегда можете перезагрузиться пересмотреть и в общем то проблем быть не должно поэтому нас с вами на вторая неделя тоже начинается в понедельник в первой неделе будет все доступно начинаются у нас материалы в понедельник вторая часть нашей работы вторая неделя и что у нас будет на этой неделе опять-таки как я сейчас говорила самом начале не факт что вы будете работать только например с мышью да просто программа рассчитана на мышь но многих есть пчелы многих есть мотата у многих есть ботли у многих есть другие лого роботы которые существуют достаточно серьезном объеме на образовательном рынке поэтому вторая неделя будет посвящена первая часть наших или лектори в работе работа с другими роботами какие существуют как с ними работать как их применять да то есть собственно говоря что вообще существует в принципе на в спектре лого роботов и вторая часть у нас с вами будет посвящена передачи опыта работы наших опытных коллег из города тольятти из города светлой калининградской области которые уже работают с соревновательной алгоритмикой но в данной неделе у нас будут коллеги делиться опытом про использование лога роботов в непосредственно образовательной деятельности они рассказывают за скажут где применять как применяют то есть лекция будет от наших практиков я знаю что все любят очень слушать именно практические советы поэтому на всех курсах повышение квалификации дистанционных что мы с вами запланировали вы знаете что у нас большой спектр запланирован на этот год на всякий случай повторю может быть кто-то не слышал это у нас и стартует в ближайшее время анимационная педагогика стартует в ближайшее время стим-технологии это вот то что вот уже собственно говоря прям стартует дальше для вас мы готовим финансовая грамотность парциальная программа линия будущего это озаботы педагог дополнительного образования по робототехнике по всем образовательным а робототехническим набором которые существуют на в современном так скажем пространстве который сейчас у нас в принципе имеет место быть и что еще у нас стартует гига технологии гига технологии и лего технология то есть это вот это дистант курсы которые готовятся в ближайшее время и мы будем я буду вас оповещать в принципе писать поэтому мы с вами общаемся в чате городов и в нашем рабочем чате по этой программе поэтому если кому-то из ваших коллег интересно будет какой-то другой курс или вам пожалуйста тоже пишите обязательно вас добавлю потому что на каждый курс отдельный чат сразу вам скажу почему чаты девочки скажу почему я делаю чаты поскольку поскольку вы сейчас это смотрите не в прямом эфире да то есть я это записала я сейчас вам это предоставила и вы это смотрите кто-то ровно в 9 3 числа а кто-то 10 3 числа а кто-то еще это посмотрит в воскресенье может быть поэтому я прекрасно понимаю что у нас нету живого общения именно вот сейчас я с камерой сижу вы перед монитором либо перед телефоном да пообщаться то обсудить и задать вопросы в этом девочки все какие вопросы бы у вас не возникали я всегда говорю кто кого я была на очных курсах у девчонок они знают потому что я эту историю рассказываю я всегда говорю девочки не бывает глупых вопросов вот не бывает историю я не буду рассказывать кто знает кто знает им история называется однажды в сарове вот это произошла история в сарове я на себя тоже запомнила поэтому на очных курсах я это рассказываю сейчас я не буду тратить эфир на это но по факту девочки не стесняйтесь спросить причем спрашивайте в чате не не вот многие пишут в личку да там лер вот такой то вопрос не стесняйтесь у нас там наша комьюнити будущих профессионалов в области алгоритмических алгоритмических соревнований до соревнований по алгоритмике поэтому например вы задали вопрос а я в этот момент ну например была либо на другую лекцию либо на другой работе еще что-то не увидела всегда может такое произойти что в этом чате есть коллега наш же слушатель опять-таки в этом чате есть наши все эксперты которые могут вперед меня ответить на этот вопрос либо сами уже они разобрались наши слушатели либо они более опытные чем вы либо может быть вы что-то не поняли не стесняйтесь задать девочки ни один вопрос не бывает глупых вопросов бывают глупые ситуации когда просто не поняли что дальше делать потому что вы не задали вопрос поэтому спрашивайте я всегда буду в чате отвечать и мои эксперты будут помогать безусловно ну и друг другу будет в принципе полезно помогать не стесняйтесь спрашивать итак у нас с вами предстоит работа второй недели именно по практику да то есть у нас практики будут выступать интеграция данного средства обучения и принципе logo роботов в непосредственно образовательную деятельность и вот на второй неделе вы будете уже получать домашнее задание что это будут домашние заданиям пока я спойлер давать не буду да то есть все это будет проговорено у вас когда вы будете входить на вкладочку вот вы вошли на вкладку первой недели курсов вы мне и вошли вы попадаете на нее и там разложены первая лекция вторая лекция третья лекция четвертая лекция пятая шестая То есть там прям папочки. Шесть у нас с вами, так скажем, моментов. Они будут стоять все по очереди. Где-то это текстовые файлы. И вот в самом конце будет файл «Домашнее задание». Вот туда заходите и смотрите, какое будет домашнее задание. На самом деле домашнее задание интересное. Девчонки, их выполнять обязательно. Их обязательно выполнять не потому, что мне там вот хочется, чтобы вы там позанимались срочно чем-то в свободное от работы время. Нет, девочки, не повторили, не поняли. К сожалению, это дистант. Я первый раз веду дистант. Для меня очень сложно, знаете, вот не быть с вами вместе, вот так вот вместе там не работать за одним столом, да, вот с кем мы очень работали, помню, как у нас все весело, задорно проходило. Мне сейчас немножечко сложновато, потому что мне хочется посмотреть на ваши результаты, мне хочется понять, а поняли ли вы, если не поняли, что тогда объяснить. Я смогу понять это только, а, в чате, где вы будете задавать вопросы, и что-то пояснять, б, это по вашему домашнему заданию. Не бойтесь его тоже сделать неправильно. Не бойтесь домашнее задание сделать невысокопилотно, да, то есть без каких-то там, да, это не ваша экзаменационная работа, это всего лишь для того, чтобы я поняла, что вы поняли, да, вот такая вот ситуация. Поэтому даже не переживайте на отсчет. Так идет у нас третья неделя. Что у нас с вами? Сто третьей недели у нас с вами начинается уже непосредственно работа по подготовке к соревнованиям. На третьей неделе мы с вами обсуждаем организацию, регламент, положение, все, что относится к первому и второму туру. Это достаточно объемный материал. Какой-то материал будет предоставлен в виде говорящей головы Леры, да, что-то я буду вам рассказывать вот так вот в экран. Что-то будет в виде презентации и озвучено голосом для понимания, да, чтобы вы могли визуализировать какие-то моменты. Что-то будет расположено в текстовых документах либо в видеофайлах, предложенных для просмотра. Поэтому, опять-таки, все будет разложено поэтапно. Вы сможете со всем ознакомиться. Только, естественно, не забегайте вперед лекции. Например, если вы смотрите первый час, да, у нас с вами 6 академ часов работы в неделю. Вот если вот открыли вы первую неделю, не надо включать сразу пятый час, да, у меня там все по логике, с первого по шестой. Поэтому просто вы потеряете цепочку логическую. Все равно откройте, посмотрите, что внутри. Если вы понимаете, что вы эту тему знаете уже, да, например, вот про мышей вы знаете, например, про работу с Ботли вы тоже уже знаете. Зачем вам это смотреть? Пропустите это. Просто, ну, хотя бы глазками пробегите, посмотрите, про что был этот файл. У меня большая к вам просьба. Итак, у нас с вами третья неделя посвящена разбору первого и второго тура организации пространства, регламенту и положению. Проработка вот этих вот вещей. Также вам будет выдан домашнее задание. Так, четвертая у нас с вами неделя. Очень интересная. Здесь уже свой опыт работы. По организации соревнований первого и второго тура расскажут опытные детские сады, которые по разу, может быть, и по два, я уже не знаю там, они расскажут, девчонки, я точно знаю, что кто-то один раз, кто-то, может быть, уже второй раз успел. Они расскажут вам о практике организации таких соревнований. Затыки, сложности, то есть все, что вы знаете, вот оно, знаете, рассуждать о великом, вот так вот сидя на кухне, в данном случае это мой лекционный зал, можно сколько угодно долго. Но нет ничего более ценного, чем опыт практика, который вам действительно расскажет, с чем он столкнулся в момент, ну вот, начало своей деятельности, как судьи или тренера. Да, поэтому обязательно слушайте их, это очень интересно. Это наши опытные эксперты из города Светлый и из города Тольятти. Кстати, я знаю, что многие из вас поучаствовали в конкурсе автофест 2.0, и об этом тоже у нас наши коллеги из Тольятти расскажут на четвертой неделе. Вот это тоже и об этом в конкурсе в том числе. И, естественно, у нас с вами будет домашнее задание. Ну и, как вы думаете, что уже догадались, скорее всего, домашнее задание будет по первому и второму туру. Вот, опять-таки, спойлер давать не буду. Все будет разложено в папочках, в таких кейсиках, вам будет все удобно и понятно. Итак, пятая неделя. Пятая неделя, на мой взгляд, самая сложная. Почему самая сложная? Потому что это такая достаточно чисто голая такая теория, прокачка по уже третьему туру. То есть всего в соревнованиях у нас с вами три тура. Первый и второй, они более простые для работы судьи. Опять-таки, мы же с вами не говорим об программировании. Программирование здесь одно и то же, везде тыкаем на кнопочки и, в общем-то, да, выстраиваем алгоритм. Чем сложно? Первый и второй проще для работы, ну, так скажем, сотрудников, обслуживающих соревнования. Там же не один человек это, да. То есть там и секретарь, и секундомер. И да, очень много обо всем вам расскажу. Поэтому вот эта неделя будет сложновата, может быть, тем, что будет много теории. Но это самый сложный период. У нас третий тур, и это самый сложный, именно по заполнению протоколов он сложен. Здесь нужно обязательно понять. Сложен по неким моментам организация. Ну, мы постарались все изложить доступным языком и понятным. И обязательно все вопросики задавайте в чате. Далее, что у нас с вами происходит? У нас с вами приходит шестая неделя нашей работы. Шестая неделя у нас будет заключаться исключительно в практике. Лекций на шестой неделе не будет вообще. В течение шести часов вы будете делать только практические задания, для того, чтобы мы поняли, что вы вообще весь этот курс осознали. Здесь нужно будет... Ну, давайте так, немножечко здесь все-таки дам спойлер, чтобы вы понимали, к чему готовятся, слушая предыдущие лекции. И опять-таки, когда мы готовили этот курс, у нас, конечно, было подозрение, что начнется вторая волна, но были некие все-таки надежды, да, на то, что ничего не произойдет. В Москве уже, не знаю, как девчонки в регионах, может быть, уже, когда вы будете смотреть вторую неделю лекции, уже что-то и произойдет. Но я вам хочу сказать о том, что шестая неделя посвящена организации соревнований от А до Я вами лично, уже как организаторами. В случае... То есть, опять-таки, там будет вам дан выбор. Вы можете организовать соревнования с детьми. Вы можете организовать соревнования с педагогами, провести некий метод объединения, то есть, опять-таки, к этому подготовиться, да, то есть, это все будет входить в шестую неделю. Ваша подготовка, продумка заданий, продумка алгоритмов, продумка, там, тех же самых онлайн-часов, да, то есть, тоже, опять-таки, такие вещи, которые вам все это нужно будет продумать и подготовить. Поэтому, если у вас пока нет возможности провести, например, с детьми это соревнование, то есть, организовать, да, по полной программе, ну, хотя бы в игровой форме, в одной группе, например, да, чтобы мы поняли, что вы поняли моменты подсчета и тонкостей регламента. Потому как я очень надеюсь, что этот наш процесс будет не ежеминутным, он будет долгосрочным. Поэтому, после того, как мы с вами окончим курсы и, ну, прекратится вот это вот второе непонятно что, я очень надеюсь, что это будет недолго, ну, а там, кто знает. Вот, все-таки мы проведем городские соревнования в каждом городе, кто отучился, да, потом региональные. Можете начать с любого уровня. Сад, сад против сада, район против района, город против города, да, то есть, вы можете делать, поскольку вам будет на протяжении этого курса, вы получите в окончании этого курса удостоверение объемом 36 академических часов Института непрерывного образования Московского городского педагогического университета. Это документ установочного образца, стандартный, обычный документ о курсах повышения квалификации. Но наш партнер, правообладатель методики международной подготовки судей, Анна Сергеевна, она на протяжении этого нашего курса на разных этапах, этап четвертой недели завершится выдачей сертификата тренер, этап шестой недели успешного завершения будет вам выдан сертификат судья. Судья, который, вот, в общем-то, с этими сертификатами вы имеете право судить соревнования. Вообще, изначально, конечно, очень хорошо, когда приглашают судей не из своего детского сада, да, то есть, например, детский сад номер один, город Москва, организует соревнования, и желательно, чтобы судья был не из этого детского сада, да, чтобы, ну, любимая группа, любимый ребенок, да, просто нейтральный человек. Поэтому, когда мы это уже поставим на широкую такую историю, а мы планируем это поставить на широкую историю, сделать вот отборочные туры, открытый всероссийский фестиваль соревнований и все-таки попробовать выехать на международку, да, ну, победителя команды, чтобы на международные соревнования уехали. Было бы очень здорово, конечно, это все сделать, но пока мы с вами заложники непонятно чего. Девочки, ну, вот, в общем-то, у нас с вами регламент, который нас ожидает в ближайшие шесть недель. Также хочу сказать, что вам будет предложено, мы пока над этим работаем, на протяжении наших лекционных встреч, нашего времени обучения, я обязательно в чате еще уточню, мы предполагаем, что у нас с вами будет возможность, в финале у вас будет выпускная квалификационная работа, еще плюс ко всему написано, не только провести соревнования, дистанционные курсы должны чем-то закончиться, да, 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 вообще курсы, да, то есть вы должны написать некую квалификационную работу. Чуть позже я вам скажу, какая эта работа будет, по какому она будет шаблону, как она будет выглядеть, объясню, почему. Нам Беснин Павловны, это профессор, да, собственно говоря, организатор всех наших курсов повышения квалификации, в общем-то, такая хорошая идея пришла в голову, чтобы после каждого нашего курса, по любой теме, из работ выпускников и, может быть, даже из работ опытных экспертов, выпускать некие методические рекомендации, либо, знаете, книжка, конспекты, готовых занятий, что-то такое, вот, то есть некую такую печатную историю, где будет ваше авторство и где это, собственно говоря, сборник такой будет, он очень полезен для педагогов любых, даже, ну, забери и делай, то, что навсегда не хватает, где бы такую методичку найти с готовыми занятиями, чтобы я подсмотрела и придумала. Вот я хочу делать такое после каждого нашего с вами завершения курса. Опять-таки, девочки, это не обязательно будет в конце, да, то есть не то, что не обязательно, напиши там статью, а то не получишь удостоверение. Нет, это все не так, конечно же, но я знаю, что многим очень полезно к аттестации иметь публикации, это раз, да, мы с вами на эту тему беседовали. Плюс ко всему, ну, хочется уже начать создавать некие такие методички, да, пусть назовем это слово методички, книжечки, которые будут очень полезны для нашего брата, для педагога, то есть эти книжки будут официальные, это будут во всех библиотеках электронных, да, расплатусь, мучек может прийти и посмотреть, ага, вот, вот они, конспекты, готовые конспекты занятий по робам и шам. Классно же, кому такую не хочется методичку, всем такую хочется методичку, предлагаю нам начать создавать такие вещи, потому что мы с вами после окончания курса, безусловно, будем уже являться маленькими, но экспертами, и опять-таки мы с вами будем развивать эту тему навсегда. Я очень надеюсь, что у нас организуется крепкое сообщество по всем темам, здесь, безусловно, у нас получается сообщество международных судей и тренеров, и мы будем развивать эту историю, но также я надеюсь, что все наши курсы не будут проходить как, ну, я получила удостоверение, все, до свидания. Хочется, конечно, чтобы у нас была обратная связь еще долгое время, как у меня это происходит со многими курсантами, с кем я занималась по STEM-проекту, поэтому буду очень рада и обратной связи, и вашим вопросам. Обязательно, если у вас будут возникать какие-то вопросы, непонятно, как подключиться, непонятно, где посмотреть, вообще не понял, что происходит, девочки, не стесняйтесь, все спрашивайте. Ну что же, я вас поздравляю с наступающим Днем Учителя, не так давно мы с вами отметили День Воспитателя Международный, я знаю, что на нашем курсе учатся и учителя тоже, ну и в конце концов, я думаю, что праздник Учителя, это и наш тоже праздник, поэтому мы с вами стартуем 3 октября, 5 октября у нас уже День Учителя, это день открытия наших первых 6 часов, поэтому, уважаемые коллеги, я вас поздравляю, я вас поздравляю, во-первых, еще со стартом нашего долгожданного курса по соревновательной алгоритмике, я рада, что у нас набран большой достаточно первый поток, и думаю, что это будет не последний, поэтому, ченки, всем удачи, как-то сказать, приятного вам просмотра, давайте так, и приятного, и познавательного, и важного вам просмотра, да, чтобы оно стало для вас, знаете, наши 6 недель потом превратились для вас неким таким инструментом в вашей работе, причем уникальным инструментом, потому что это пока очень свежо, и такого еще практически нигде нет, вы будете первыми ласточками, то есть самые первые-первые ласточки, нулевый пациент, да, помните такое выражение, первые-первые ласточки, нулевая ласточка, это на Стольятти и Калининград, да, ну, Калининградская область, то есть они просто уже по этому поварились, а вы будете вот такой официальный первый выпуск, действительно, такой международного класса, девочки, не подведите. Ну что же, я рада была с вами быть, в понедельник открывается 6 часов, вопросы жду в чате, на этом ватсапе я всегда, телеграм и вайбер тоже, и, ну что же, я думаю, что у нас с вами все получится. Спасибо большое за просмотр данного видео, до встречи в следующей лекции, пока-пока. И постолька, поскольку я это монтировать не буду, я делаю так.